В Японии всё популярнее новая услуга. Компании нанимают для своих сотрудниц профессиональных утирателей слёз, чтобы те помогали им снять стресс на рабочем месте. Таких мужчин называют «икемеса». Женщины, работающие в этой исследовательской лаборатории в Токио – постоянные клиентки «икемеса». В задачу таких мужчин входит не только деликатно утешить плачущую женщину, но для начала и заставить её заплакать. Для этого дамам показывают грустные фильмы и рассказывают короткие трогательные истории или дают послушать эмоциональные песни. Женщины говорят, что выплакаться симпатичному утешальщику – это действительно помогает снять напряжение. «Не то чтобы со мной произошло что-то печальное, но сцены и фразы в этих видео трогают меня, вот почему я плачу. А теперь я чувствую себя обновлённой, чувствую, что стресс ушёл. Присутствие красивого мужчины делает меня счастливее, но когда он вытирает мне слёзы, это смущает. Впрочем, такие эмоции, как смущение или взволнованность, наверное, действительно стимулируют. Так что, думаю, это отличная услуга». Услуги «икемеса» обходятся в 70 долларов за сессию. Сейчас в компании, предоставляющей этот сервис, работают шесть «икемеса». Все – профессионалы своего дела, имеют привлекательную внешность и специальные психологические навыки. Основатель компании подчёркивает, что польза от плача подтверждена научными исследованиями. «Когда человек плачет, активизируется лобная доля мозга и выделяется серотонин. Так происходят изменения в теле, мозг расслабляется». «Все «икемеса» имеют квалификацию утирателя слёз. Поэтому мы ходим в компании и медицинские учреждения, где рассказываем про хороший эффект от плача. Такая у нас работа». В то же время, «икемеса» приходится ломать стереотипы в японском обществе. «Японцы привыкли считать плач чем-то негативным. Мы считаем зазорным плакать на людях. Но теперь мы знаем, что плач помогает снять стресс». Компания начала предоставлять услуги в сентябре прошлого года и с тех пор обслужила около 50 фирм. Сейчас у неё в клиентах примерно 10 предприятий в месяц. К слову, мужчинам эти услуги не предоставляются.